Здравствуйте! Мы в студии Панамде. Казалось бы, юрист Николай Тимофтья избран президентом Республики Молдова. Но оппозиционная партия коммунистов не признает нового главы государства. Коммунисты пошли на принцип. Коммунисты требуют, по их мнению, распуска незаконного парламента и назначения новой даты парламентских выборов. Как восстановить политическую стабильность в стране? Возможен ли компромисс между политиками? Об этом мы сегодня поговорим с депутатом от партии коммунистов, бывшим советником президента Владимира Воронина по политическим вопросам, Марком Ткачуком. Здравствуйте! Здравствуйте, Володя! Не знаю, как обратиться к аудитории вашего издания. Здравствуйте, уважаемые интернет-пользователи газеты «Панорама» и сайта Панамде. Я правильно сказал? Да, совершенно верно. Здравствуйте! И прежде чем приступить к обсуждениям межпартийных конфликтов, я хотел бы уточнить, кто в партии коммунистов занимается разработкой идеологии и кто отслеживает идеологическую составляющую партии коммунистов? Соблюдается ли идеология, не соблюдается ли она? Ну, вообще, отслеживает идеологию, отслеживает, в первую очередь, само общество. В какой мере та или иная партия выдает интеллектуальные, идейные продукты, которые адекватны потребностям этого общества. В последнее время эта функция, в том числе эта функция, в рамках политического исполкового партии коммунистов отведена мне, ну, опять же, не одному мне. Это всегда работа коллектива, здесь не существует у нас такого строгого разделения труда, вот, потому что, я повторяю, в конечном итоге самые различные предложения, связанные с содержанием политики. Что такое, в конечном итоге, в данном случае идеология? Содержание, да, политических различных, как сейчас принято говорить, месседжей, идей, предложений, проектов. Все это обсуждается, и очень часто, например, из того, что я предлагаю в каких-то условиях все это приобретать в процессе дискуссии прямо противоположную, иную форму, это очень хорошо, это нормально. У нас в политическом исполкоме партии коммунистов существует такое разделение, есть люди, которые занимаются правовыми вопросами, есть люди, которые в большей степени заняты организационными вопросами, есть те, которые отвечают напрямую за проблему, связанную с нацменьшинствами, если говорить более корректно, в сфере межнациональных отношений. То есть не все так строго, не все так четко, и это хорошо, потому что любой узкий специалист, как известно, подобен флюсу, как говорил один из классиков. Это очень органичная, естественная работа и занятость. То есть вас можно называть главным идеологом? Это будет корректно? Как в известном анекдоте главным экономистом. Можно назвать, в том числе, человеком, занимающимся вопросами идеологического развития партии. Но исключительно в том числе. Ну а почему же ваши бывшие сратники по партии, Лупу, Дадон, Степанюк, называют вас по-различным? Кукловодом, колдуном и так далее. И почему их агрессия направлена не на Владимира Воронина, как лидера партии, а на вас, который, в принципе, занимается одним из направлений деятельности партии? Да. Ну, скажем так, вообще термины, так сказать, колдуны и прочие понятия, они из лексикона политической инквизиции в большей степени, чем из лексики нормального языка. Поэтому, когда, видимо, люди становятся на позиции вот такой политической инквизиции, на сугубо обвинительный тон тех или иных заявлений, то они, видимо, и воспроизводят все вот эти вот понятия далекого и страшного Средневековья. Почему они обвиняют исключительно меня? Ну, у меня есть такое объяснение. Им не хватает смелости, наверное, вообще понять свое положение во многих случаях, положение предателей. Им не хватает смелости продемонстрировать свой действительный открытый раскол с партией, коммунистов, с его лидером. И им, как всем слабым и не смелым людям, им нужен какой-то громад. Достаточно долгое время это удавалось по той простой причине, ну, например, когда я работал советником, я избегал интервью не потому, что я такой скрутный, потому что работа, ну, вот тоже один из ярлыков, потому что работа была такая непубличная, непубличная. Вот. И это было не следствием какой-то скромности, а это просто профессиональный стандарт работы. Я был одним из шести советников, потом из девяти, по-моему, у нас потом в конце уже было около двенадцати человек. Вот. И это было очень удобно. Вот. Очень удобно вот найти такую мишень и вот туда вот забрасывать различного рода камушки. Плюс это еще и желание, конечно, этих ребят, ну, не сжигать мосты с председателем партии, потом прийти в какой-то момент повиниться, покаяться, посыпать Вову голову пеплом и сказать, ну, слава богу, ушел этот мерзавец, ну, теперь мы можем, например, вернуться. Это одно из объяснений. Вернуться в партии? Ну, нам вернуться, так сказать, поговорить, найти какие-то общие, так сказать, точки. Это меня достаточно, откровенно скажу, некоторое время назад беспокоило. Ну, беспокоило, потому что там тут же Виктор Федорович Степанюк, он монопольно являлся главным идеологом, как известно. Бывший, да, официальный идеолог. Главный идеолог, да, так сказать, нашей партии. Он исполнительный секретарь партии, он потом был вице-премьером. И когда, так сказать, человек уходит и потом начинает, так сказать, кидаться козявками, то это выглядит нелепо. А с другой стороны, людям-то не объяснишь все, вот, как оно все происходило. А потом это меня перестало волновать, потому что в конечном итоге все эти ярлыки, они прижились в узкой профессиональной среде интриганов и сплетников, но не получили широкого распространения в обществе. Так что за свою репутацию я спокоен, я спокойно выхожу из своего подъезда в доме на Чиканах. Это один из самых больших домов в городе Кишиневе. Какая охрана, о чем вы говорите? В городе Кишиневе. Это знаменитая китайская стена, построенная в 70-е годы. Там 12 или 13 подъездов, я все равно не забываю, сколько у нас там. В моем доме живут простые работяги, бывшие работники в основном уже СЖБИ. И я смело смотрю в глаза, я сам, так сказать, перемещаюсь по Кишиневу, и я знаю, чего стоит моя нынешняя репутация. Я ею доволен, невзирая на то, что говорят какие-то, так сказать, люди, действительно проявившие свое нутро последние сложные 2,5 года не лучшим образом. А вы считаете, что бывшие члены партии коммунистов могут еще вернуться? Тот же Дадон в партию. Тот же Дадон... Я не знаю. Я не берусь судить, это меня мало беспокоит. Это вообще не вопрос ко мне. Ну, то есть, с точки зрения какой-то рациональности... Во-первых, я могу допускать что угодно. Я не исключаю, что многие из них пожалели, что они сделали то, что сделали. Потому что ни один из прогнозов, который и делали эти господа, бывшие товарищи перед уходом, не состоялся. И они в итоге не состоялись в этом своем странном качестве людей, которые, так сказать, покинули орд корабля партии коммунистов. Но вопрос этот все-таки к самой партии, вот когда они там будут возвращаться, к примеру, если будет это происходить, то как партия к этому отнесется? Партия это не орден иезуитов, это открытая политическая организация. Там могут быть различные точки зрения и мнения. Поэтому этот вопрос не ко мне, он непредсказуем. Тут нужно рассуждать в рамках партийного устава, в открытом доступе в интернете. Коллегиально. Конечно. А вот что отличает настоящего нынешнего коммуниста молдавского от представителей тех же политических течений левого тока, социалистов, национал-большевиков? Вроде бы и те, и те, и те, и левые. Ну, вы знаете, да, да. Тут все очень сложно по поводу левого и правого, особенно национал-большевиков. Я в своей жизни не видел ни одного национал-большевика живьем. Вот только по телевидению. Например, их идеология для меня глубоко правая во многих случаях основа. Это очень много правого. Там есть какая-то социальная риторика. Манера действия, так сказать, радикальная. Эксплуатация каких-то символов левого тока, но в достаточно таком мрачном, скажем, там, ключе. Вы помните эти серпы и молоты на фоне белого круга. То есть это из другого жанра, так сказать. Симбиоз. Да, симбиоз на национал-социализм и чего-то другого. То есть я думаю, что современного коммуниста, молдавского, немолдавского, любого, отличает несколько вещей. В первую очередь коммунисты – это люди, которые, вот вы говорили про идеологию, руководствуются в первую очередь научным мировоззрением, критически деятельным отношением к действительности. То есть это люди, которые апеллируют не к каким-то чувствам сиюминутным, каким-то эмоциям, они в первую очередь апеллируют к научной теории. Это очень важное наше отличие от прочих партий. Второе – это, конечно, люди, для которых категория социальной справедливости не относится к числу, ну, скажем, таких моральных фантомов, чего-то такого, знаете, к чему можно отнестись. Ну, какая там справедливость, чепуха какая-то. Социальная справедливость – это действительно категория, которая требует ее, ну, скажем, корректировки по отношению к любой политике, в понимании. Вот справедливое общество в настоящий момент, оно идет к справедливости, или оно идет от справедливости к какому-то другому ужасному состоянию. Третье – коммунисты – это всегда интернационалисты. Вот, это очень важное обстоятельство, я напомню, что вообще раздел на коммунистов и социал-демократов, хотя это было тогда совершенно по-другому, еще слова «коммунисты» не появились, он произошел во время начала Первой мировой войны, когда многие социал-демократические партии, входившие в состав тогдашних парламентов, тогдашней Европы, поддержали мировую бойню, международную бойню, которая возникла, так сказать, ну, как известно, по вполне понятным причинам, никакой там справедливости не существовало. Это была взаимная агрессия национально озабоченных держав. Вот тогда и отделились интернационалисты в окончательном виде, которые пошли другим путем. Интересно, вот быть настоящим коммунистом – это не означает быть и атеистом? Ну, я вам хочу сказать, это вопрос этики, морали, да, значит, в первую очередь, в том числе. Сегодняшнее общество, оно достаточно сложно организовано. И многие еще в 60-е годы, так сказать, еврокоммунистические партии, в частности, итальянская коммунистическая партия, сняла из уставных своих норм и требований жесткое требование к своим членам партии в обязательном порядке быть атеистами. Быть атеистами. Потому что и сама религиозность, ну, часто бывает, ну, непростой для диагностики. Кто-то глубоко верит в Бога, но этого не демонстрирует, он не ходит в церковь. А кто-то, так сказать, истого молится каждое воскресенье, но после этого, так сказать, достает свой револьверт из-за пазухи и идет мочить, так сказать, братьев во Христе. В нашей партии коммунистов этой проблемы не существует. У нас есть и атеисты, и верующие, и православные, так сказать. Я атеист. Атеист. Я атеист, я, так сказать, человек, который большую часть своей жизни уже, можно сказать, посвятил науке. Научный работник не может, ну, скажем так, позволять себе вольности и заигрывания с какими-то мистическими силами, кичиться религиозностью. Тут, как в известном анекдоте, либо крестик снимей, либо, так сказать, что-то одень. Хотя, с другой стороны, я вам хочу сказать, что, конечно же, есть вещи, от которых мы не свободны. Например, я человек, я атеист, но я человек православной культуры. Это то, что дается литературой, образованием, контекстом, окружением. Для меня эта культура очень ценна. Вот, я ее люблю. Что же касается соотношения атеизма, он бывает воинственный, он бывает ненаучный, он бывает агрессивный. Вот. И он иногда принимает совершенно другие формы. Я вот, например, несколько раз бывал на Святой горе Афон и с Владимиром Воронином, и без него, в различных монастырях. Вот так вот, в одном из монастырей, в монастыре Ватопед, у меня был очень интересный разговор со священником, одним, который спросил меня, почему я стою в храме, с разинутым ртом, записываю, но не кричусь. Я сказал, что я атеист. Вот. И он сказал такую очень любопытную, на мой взгляд, вещь, и очень глубокую одновременно, там вообще, если есть желание увидеть по-настоящему верующих людей, вот как они выглядят, вот действительно, как выглядят люди, верящие в Бога. Нужно ездить на Афон и видеть их там. Так вот, он сказал, что первыми наверняка спасутся атеисты, потому что они считают, что нужно делать добро и не совершать зло, не из страха перед наличием ада, и не будучи, ну скажем, из-за посул, так сказать, каких-то там стимулов перед райскими кущами. Вот, потому что просто нужно делать добро, и может быть ничего тебе не воздастся, ничего не получится, и не будет тебе никакой награды в каком-нибудь ином мире, а будет сплошное, так сказать, оплевание и прочее, прочее. Тем не менее, вот с его точки зрения, если Бог существует, то первыми спасутся атеисты. Ну, я атеист не потому, что следую вот этой хитрой точке зрения. Интересно, а почему тогда во время восьмилетнего правления в Молдове партия коммунистов заигрывала с церковью? Что значит заигрывала? Она не заигрывала, она помогала церкви. Помогала, да. Активнейшим образом помогала церкви. Рассчитывая на электоральную поддержку? Да нет. Во время электоральной поддержки? Да ладно, какая там электоральная поддержка? Причем здесь электоральная поддержка? Потому что церковь в Молдове, православная культура, особенно в такой стране, как Молдова, это огромный пласт культуры в первую очередь. И для людей, находящихся в состоянии отчаяния, например, христианские ценности, которые чрезвычайно близки ценностям любых левых, вот эти вещи, которые помогают друг другу, вероятно, помогают выживать людям. Но в первую очередь это наша культура. Каприянский монастырь, монастырь Курки, это произведение архитектуры, это наше наследие. И те, кто пришел в 91-м году и 10 лет показывали, как разрушаются храмы и отбивали, так сказать, поклоны у каждого перекрестка, они палец о палец не ударили для того, чтобы вернуть это культурное наследие молдавскому народу. Вернуть его. И именно поэтому, я же вам говорю, именно поэтому в нашей партии много людей верующих, глубоко верующих, искренне верующих, дай бог им, как говорится, здоровья. У нас нет конфликта внутреннего по этой теме. Ну вот буквально на днях епископ Бельский и Фалежский Маркел обратился с письмом к Владимиру Воронину с призывом, цитирую, способствовать принятию местными советами о запрете, решении о запрете манифестации сексуальных меньшинств и мусульманах при Мариях, управляемых членами вашей партии. То есть церковники предлагают АКРМ. Ну это часть. Давайте, значит, Богу Богову, Кесареву, Кесареву. Простите, церковники, грубо говоря, предлагают коммунистам вместе выйти на акции протеста. У нас есть общая повестка дня с Молдавской церковью. У нас она есть. Что касается ислама, то в этой части нужно отделить регистрацию этого культа в той крайне радикальной форме, как это произошло в Молдове. При том, что практически у нас представителей этого культа не так много, а если есть, то та форма ислама, которая была зарегистрирована, не соответствует их стандартам, как известно, так сказать. Вот. У нас в основном люди татарского происхождения, и это совсем не имеет отношения к тому культу ислама, который зарегистрировал. Но это частности, я не хочу вдаваться в эти подробности. Мы, партия интернационалистов, мы не боремся с носителями тех или иных ценностей. Это что касается ислама. И в этом смысле мусульман. У нас в партии немало людей мусульман. У нас есть и татары, и чеченцы. И так далее. А что касается не секс-меньшинства, а агрессивной пропаганды, которую допускают подобного рода меньшинства, конечно же, это ни в какие ворота. И вот у них нет другой повестки дня по модернизации экономики, права соблюдения стандартов. Ну, что значит в том числе? А что они сделали остального в этом смысле за два с половиной года? Ничего. Я напоминаю эту статистику. Последние три года правления партии коммунистов мы приняли около 300 законов в рамках знаменитого КИК-коммунитарного законодательства, связанного с европейскими стандартами. Эти ребята приняли, сколько там, четыре с половиной закона. И главная тема, которую они обсуждают, как войти в Европу через одно место. Это нехорошо. Что же касается условий, которые навязывает так называемый европейский суд, что вот это обязательное условие проводить ЕГЭП. Ну, перед ними такие собеседники. В случае, и это вот обеспечивает свободу перемещения. У Евросоюза существует вопрос льготного, либерализованной формы перемещения с массой стран, не являющимися членами Евросоюза. Например, с Ватиканом. Вот. Которым, как известно, в этом государстве не принимался закон о ней дискриминации. Иначе бы, извините, не хочу светотатствовать, что бы произошло со святым престолом. Вот. Просто там они увидят достойных собеседников. Здесь они могут экспериментировать. Значе могу. Могли бы для наших зрителей обосновать ваш отказ, отказ партии коммунистов возвращаться на заседание парламента и не признавать издание президента? Вот смотрите, уважаемые зрители, что происходит. Можно? Да, вот можно туда мы обращаемся. Что на самом деле происходит? На самом деле происходит странная вещь, последние, особенно, две недели. Все виды средств массовой информации, отдельные персонажи обращаются к партии коммунистов и говорят, ай-яй-яй, как вам будет тяжело. Посол Евросоюза и... Да, и в том числе посол Евросоюза, Юрий Рожко. Возвращайтесь в парламент, вы маргинализируетесь, вы изолируетесь. Так, это нехорошо. Мы так беспокоимся, что будет с вашей партией. Она же становится такой крайне радикальной, она остается на улице. Ой, как... Мы и запретить вам вас за это можем. Вообще непонятно, что имеет одно к другому. Но, тем не менее, вот такая трогательная забота, она вообще по какому поводу? Может быть, потому что мы ведем себя правильно. И переполох, так сказать... Какой переполох? Они президента избрали. По этому поводу. Вот, кажется, действительно, они президента избрали. Ну и отлично вам. Ну и вот там нету 39 депутатов. Какая проблема? И нету, и нету. Вот и вы говорите. И отлично нам без вас. Как не замечали вы нас два с половиной года? За два с половиной года вспомните хотя бы раз, какая инициатива законодательная партии коммунистов была проголосована этими ребятами. Ну не было. Ну что, подождите, секунду, не было. А большинство из них, вы же в курсе, что большинство из них даже не ставятся в повестку дня. Ну, вице-председатель парламента... Вице-председатель парламента был избран, потому что это просто квота была такая. Это нам положено было. Через два года. Ну, это мы согласились в конечном итоге. Вот. Это никакого тут соглашения, так сказать, как говорится, Марьи Брынзе. Вот. Мы сидели в парламенте первой часть, так сказать, СССР, потом еще полтора года. И что говорили наши избиратели? Мы вас не понимаем, что вы там делаете в этом парламенте? Как вы... Они с вами не считаются. Они с вами не разговаривают. Они не принимают вас в расчет. Они пытаются вас расколоть. Они пытаются подкупать вас. А вы сидите просто, так сказать, опустив руки, или вы выступаете с пламенными речами с парламентской трибуны. Да плевать мы хотели на ваши пламенные речи. Приходите сюда. Вы же депутаты. Мы вас избрали не только для того, чтобы вы там сидели. Говорите с народом. Будьте рядом с нами. Работа депутата заключается не только в том, чтобы по четвергам и пятницам там сидеть. Это, кстати, написано... И принимать законы. А что значит быть... Что значит... Что значит принимать законы? Если законы антинародные, значит, это соучаствовать, сидя там. Если Конституцией не является уже основным законом в Республике Молдова, это сидеть в этом парламенте и таким образом создавать алиби для этой шпаны. А что полезного можно сделать вне стенах парламента? Вне стенах парламента полезного, я вам скажу, что можно сделать... Для страны. Для страны. Для страны. Учитывая, что мы оппозиция. Но если в парламенте не принимается ни одна из наших инициатив, я еще раз повторяю, да? Вот ничего не принимается. Вот нет этих людей, нет этих инициатив. Мы же не оппозиция, которая существовала с 2001 по 2009 год. Они ходили, плакали, жаловались, стучали во все двери. Мы бедные, несчастные, были простые. Ну, любая оппозиция жалуется. А мы не жалуемся. Как не жалуемся? Мы обращаемся к избирателю. Это не называется жалобами. К европейским структурам обращались. А мы перестали к ним обращаться. Без понту. Разочаровались? Не разочаровались. Просто мы видим, что это другая тема, но мы видим, что в самом Европейском Союзе происходит другой тренд. Когда партия коммунистов находилась у власти, обращаю ваше внимание, в большинстве правительств Европейского Союза находились левые силы. Сегодня к власти в Европейском Союзе, в парламентах, в Европарламенте доминируют другие люди, с другой закваской, для которых не только коммунист, но и любой левый, любой там социал-демократ вызывает чувство аллергии, отторжения и совершенно неадекватной реакции. Поэтому это другой вопрос. Мы не будем... Что же касается нас? Вот мы уже с середины... Мы никогда не прекращали эту связь с избирателем. Но сейчас, последние два с половиной месяца, я могу сказать, что кроме коммунистов никто не встречается с людьми. Не встречается, не слушает их. Не слушает их наказов. И что нам люди говорят? Что они нам говорят? Ребята, возвращайтесь в парламент, мы хотим вас видеть по телевизору. Вы знаете, так хотелось бы послушать, Марк Евгеньевич, ваше выступление вот с трибуны парламента, вот жить без него не можем. Нет. Они говорят по-другому. Мобилизуйте нас. Помогите нам. Помогите нам. И это вой, это стон. В этих холодных, зимних клубах, куда они приходят сами, на встречу с представителями оппозиционной партии. Сотни людей приходят туда. Вот. Они говорят, организуйте нам, помогите нам. И сегодня мы говорим, что с этим режимом борется не оппозиционная парламентская партия коммунистов, с ними борется весь народ. И, например, структуры гражданского конгресса, которые стали создаваться, это же не какое-то НЧО, это не какая-то там неправительственная организация, это то, что прописано во всех энциклопедиях по демократии. Называется прямая демократия. Прямая демократия, когда люди, разочаровавшись в тех формах демократического представительства, апелляции к закону, они начинают организовываться вместе и в соответствии с абсолютными демократическими нормами, стандартами, правами человека начинают оказывать давление на власть. Кто возглавляет гражданский конгресс? Слава Богу, никто. Партии коммунистов? Боже, сохрани. Нет. Я могу сказать, в структурах гражданского конгресса мы провели такую статистику, менее 40% представителей партии, включая партию коммунистов, остальные это беспартийные люди. Есть статистика, которые... Конечно, конечно. Вот по всей стране прошли формирование районных комитетов гражданского конгресса. И сколько уже заявили о своей поддержке? Я вам хочу сказать, в районных комитетах вошли более 7,5 тысяч человек. Это районные комитеты. Из них 60% не коммунистов? Не коммунистов. Вообще не коммунистов. Вообще не коммунистов. Та же структура на сельском уровне. В селах создаются комитеты гражданского конгресса. Почему это происходит? Это же происходит не потому, что коммунисты сказали, давайте создадим гражданский конгресс. И там потом вам всем дадут должности. И потом кое-кого мы проведем по своим спискам в парламент, сделаем начальниками. Нет, людей это не то, что не интересует. И вообще эти разговоры заканчиваются вот на 3-4 улицах вокруг дома печати. Дальше вот с такими заявочками вам плюнут в лицо и скажут, что вы мерзавец, а не политик. Потому что люди видят, когда закрываются школы, когда закрывается медпункт, когда закрывается больница, когда бандиты, которых не видели в 8 лет, ходят по улицам, и они главные, когда их боится полиция. Вот тогда они говорят, нет, так нельзя жить больше, мы должны самоорганизоваться. Понятно. Вы собираетесь всех недовольных нынешней власти. Это большинство молдавского общества абсолютно подавляющее. И что вы с этой массой недовольны будете делать? Выводить 1 мая во-первых, не что мы с ней будем делать. Это не стратегия поведения гражданского конгресса. Заберетесь вы 1 мая. Значит, вот, секундочку. Слаганами придете. Да, да, помашем флагами Молдова, Молдова, ура, ура. Значит, я вам хочу сказать следующее. 2 мая что будет? 3 мая. Секундочку, да. Секундочку. Во-первых, нужно понимать, что, и это нужно понимать многим. Я помню зимние протесты наши. Многие подходили, а там нас было там вначале немного, 5-7 тысяч. И люди подходили. Чего вы ждете? Надо, вот, нам надо оказать давление на эту власть. Чего вы стоите? Вот Юра Ирошко, он же предложил бархатную революцию. Вот давайте как-то вот свергнем, вот, как будто где-то в других кустах вместо роялей стоят БТРы, там, подразделения, армия, партии коммунистов, которые мы не пускаем в бой. Нет. Значит, протест, народный, общенациональный протест, это действительно, когда выходит большинство общества. И это очень, это очень серьезно задевает власть. Ну, конечно, эту толстокожую власть, где мозги заплыли жиром, когда совести нет, их очень трудно чем-то озадачить, с одной стороны. Так вот, массовое неповиновение, которое мы только начали, которое привело к отмене референдума, именно это привело к отмене референдума. Вот, и больше ничего. Хотя вопросы показывали другое, социологическое. Я говорю, последняя инициатива референдума изменить Конституцию весной. Вот, так, значит, неповиновение это вещь очень эффективная. Мирное, мирное, ненасильственное неповиновение. Которое включает в себя целый ряд инструментов. Действительно, Воронеж вспомнил о штате Айова, но самые яркие, где, откуда, как бы считается, что это началось, но самые яркие формы неповиновения были известны, так сказать, действительно, из истории сопротивления и Махатма Ганди, знаменитая Сатья Граха. Вот, и неповиновение властям, это вещи, которые были известны во время бархатной революции в Чехословакии и цивилизованного расхода Чехии и Словакии. Неповиновение властям, это известная революция Гвоздик в Португалии, это когда граждане перестают подчиняться власти по некоторым вопросам. Они остаются добропорядочными, граждане, у нас, например, невозможно не платить налоги. платят налоги. Идут на работу. Это вопрос задавал Юрий Иванович Рожков. Юрий Иванович наш бывший попутчик. Наш бывший попутчик. Где-то у нас пересеклись наши пути, странным образом зашлись в разные стороны. Бывает. Так вот, что касается неповиновения, мы еще в 10 декабря четко определили, в чем это неповиновение заключается. В чем, напомните. На первом гражданском конгрессе оно заключалось в том, чтобы не давать закрывать и оптимизировать школу. Не давать закрывать медицинские учреждения. Не позволять сопротивляться, не позволять проводить референдум на своих... Кстати говоря, во многих случаях это неповиновение дает эффекты. Оно оказывается эффективным. В один Тараклийский район не позволил ничего у себя закрыть. Приезжал Филат, обещал... Потому что там власти коммунисты. Партия коммунистов. Это власть... Это, конечно, огромное имеет значение. Но дело в том, что грош цена была бы просто партией коммунистов, если бы она не опиралась на общественную поддержку. И вот сегодня мы говорим для нас что такое гражданский конгресс? У нас в 2008 году, когда мы принимали последнюю программу партии коммунистов на шестом съезде, был один тезис, который вызвал очень бурные споры об общественном контроле за властью. Вот общество должно контролировать. Общество вообще это что? Это что? Какие-то неправительственные организации, которые получают гранты от Европейского Союза, различных фондов гуманитарных. Вот они себя назначили эти грантоеды обществом и приходят и контролируют власть. Мы вот тут контролируем власть. Вы ведете себя плохо. Значит, ну это, так сказать, с одной стороны это не исключает и таких форм общественного контроля, ради Бога. Но на самом деле общество самоорганизуется в неформальной структуре. и самоорганизуется она приходит к власти, нынешней власти, следующей власти, а следующей власти будет партия коммунистов в том числе. Вот. И будут говорить, ребят, вы тут насвинячили, вы тут что-то украсть пытались, вы тут явно проявили малодушие, а вот тут вы проявили коррумпированность, мы вам не позволим этого делать. Мы представители районного комитета гражданского конгресса, нас тут собралось 400 человек, но мы сейчас соберемся, устроим возле вас демонстрацию. Мы придем к вам на заседании районного совета, устроим вам голожью беспорядок. Абсолютно с границами и правовыми рамками всеобщей декларации прав человека. Как вы расцениваете, что вот нового президента поздравили практически все президенты соседних государств? Некоторые сквозь зубы, если прочитать эти поздравления. Но все-таки поздравили. Ну, естественно. То есть специально признали его избранным законно избранным президентом? Ну, естественно, нормальная международная практика. Не получается ли, что партия коммунистов самоизолируется? Самоизолируются те партии, которые изолируются от большинства. А большинство в каждой стране является не посольство и не сотрудники посольства. Вот. А народ? Вот самоизолироваться от народа это попасть, стать маргиналом. Политическое гетто. И посмотрите. Большинство должны показать парламентский выбор. А, кстати, когда они будут? По поводу большинства и не большинства действительно показывают парламентские выборы, но после парламентских выборов иногда ситуация критическим образом меняется. И вы очень хорошо знаете, что, например, вот это вот событие черное, что там, пятница была, 16 марта, оно произошло в том числе потому, что все социологические опросы, все рейтинги открытые, закрытые показывали несомненное превосходство партии коммунистов в случае досрочных парламентских выборов. И эти люди, так называемые демократы, хотя они никакие не демократы, обычные жулики, вот, эти люди переступили через Конституцию, они переступили через все существующие нормы для того, чтобы сохранить свое криминальное господство над обществом. поэтому, да, значит, результаты выборов результатами выборов, но этот парламент нелегитимен по двум причинам. Он нелегитимен по причине первой, он вышел за пределы своих полномочий, он нарушил, так сказать, все сроки для возможного избрания главы государства, фактически узурпировала большинство парламентской государственной власти вместе с этими тремя перебежчиками. А с другой стороны, он нелегитимен, потому что он уже не отражает интересы большинства в Молдове. Это показывают в том числе социологические опросы. Когда будут парламентские выборы? Можно по-разному относиться к тому, что я говорю, но к конституции по-разному относиться нельзя. К опросам. А, к опросам, конечно, к опросам. Но они, можно по-разному относиться, но они все одинаковые в этом смысле были. Когда будут парламентские выборы? Я знаю одно, что если они будут недосрочными, страну ждет беда. Вот, и это чувство, которое кожей ощущает, разделяет, понимает абсолютное большинство наших граждан. Голосуют они за коммунистов, не голосуют, они не хотят эту власть, не хотят больше их. Они видят, как их страну, практически страну в целом, сделали менее легитимной, менее суверенной. Что сегодня так называемые правители и неправители в этой стране не наемники. Они видят, что жизнь становится хуже не просто потому, что где-то глобальный экономический кризис, а просто потому, что эти ребята бездельники, работать не хотят. Вот, они непрофессиональные люди. Они видят действительно о том, о чем я говорил, что на улицах использует криминал. Причем здесь криминал, бандиты, разборки, убийства заказные и глобальный кризис. Это разные вещи. Есть там теория, конечно, что вышли криминальные авторитеты, которые посадили. И в ПСД у нас заключают... Это теория, а практика заключается в том, что они все вернулись из-за пределов Молдовы. Это не теория, это практика. Самые известные бандиты. Вот, они вернулись и правят сегодня страной вместе с этим альянсом. Не хочу говорить, не хочу сейчас это говорить, я уже на эту тему как-то и пресс-конференции давал. Вот. Поэтому, не говоря уже о других вещах и других угрозах, которых, в частности, пишет и газета «Панорама», ваше издание, об угрозе унионизма. Получается, вещи, которые, так сказать, еще 2-3 года назад казались невозможными, сегодня они являются реальностью. Вот. И марш легионеров, и поддержка этих маршей властью. Вот. Всем нынешним альянсом, плюс тремя этими ребятами, да, вот как на примере Кишинева фракция муниципальная коммунистов обратилась к другим фракциям. Давайте примем решения совместные, не пустим их. Давайте создадим законный заслон этому безумию. Но все они отказались, включая этих социалистов, тоже поддержать коммунистов, потому что наемники работают совершенно других ребят. Так вот, марш легионеров, знаменитое подписание соглашения между карабинерами, жандармей румынской о взаимопомощи в случае массовых беспорядков, так называемых. И стремление Румынии обезопасить свое воздушное пространство за счет Молдовы приобретением, так сказать, новых самолетов, так сказать, которые соответствуют натовским стандартам. Самолетов не будет. Готовность Румынии и ее открытая готовность обеспечить безопасность молдавского пространства за счет сил НАТО. Ну и многие-многие вещи, которые происходят. И люди живут в нынешней стране с ощущением того, что в этой стране правят не ими, а страной, там, рычагами государственными, так сказать, дергают за них мерзавцы. Значит, живем как бы в свободном мире, у людей есть государственная власть, они уходят с работы. Три часа дня и приходят на нее в час. Вы знаете, как сегодня работает наше отдельное министерство? Я вам расскажу два слова, две секунды. Вещь для меня, как государственного чиновника прошлой администрации, немыслимая по определению. Вот, например, приходит делегация из некой европейской страны. Так вот, и нужно подготовить тезисы, да, для общения с этой делегацией. Вот, не готовятся. Вот я, там, министр, Вася Пупкин какой-нибудь. Мне нужно встретиться с представителями этой делегации. Что я делаю? Мой помощник звонит в это посольство и говорит, слушайте, сейчас ваши к нашим придут, а у моего министра еще не готовы тезисы. Пункт партнеров. Она тупая и неказистая. Ну, она, знаете, такая родная своя. Ну, такая вот, как домашняя оболонка. Вот, тяф-тяф-тяф, на тебе колбаску, таскай, главное, не писай на ковер. Вот, и все. Вот, конечно, с ними удобнее. С нами было неудобно. Мы была, было суверенная. Мы боролись не за свои шкурные интересы, а за интересы общества и государства. И результатики были совершенно другими. Поэтому. Но все-таки, что касается объединиться с какой-либо из партий в нынешней коалиции, чтобы, например, отправить правительство в отставку. То есть, ну, каким-то образом необходимо спровоцировать все-таки засроченные выборы. То есть, ну, в легальном поле. Если мы говорим о легальном поле, как это возможно? Готова ли партия коммунистов? Партия коммунистов, давайте про прошлое говорим, всегда была готова. И вот это наша готовность к компромиссам, к сотрудничеству. Не к компромиссам в имя распределения должностей и постов. Мы это говорили многократно. А компромиссам в имя определенной политики, которую нужно проводить. Определенной политики. Так вот, вы помните, в октябре у нас такие жмурки начались с ЛДПМ. Известные все кричали «харбузырия, харбузырия». Сейчас вот что такое там «арбуз созрел, недозрел, перезрел». Вот, арбуз ли это? Демократный ревниво. Да, ревниво заглядывали под это одеяло политическое и думали, что же там на самом деле происходит. Не случилось. Не случилось, потому что по ходу всего этого политического процесса ЛДПМ очень быстро устало. И, в общем-то, не стремилось до конца реализовать эту задачу. Им нужно было, так сказать, попугать демократов, что-то у них выторговать. И когда мы предложили, давайте этого, вы предлагали генпрокурора снимать? Давайте мы его снимем. Вы говорили о рейдерских. Давайте снимем. Нет, 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 нет. Теперь выясняется, что два Влада никогда друг с другом даже не ссорились. Они всегда были за. Их просто неправильно понимали. И никаких кукловодов не было, не существовало и прочее, прочее. Поэтому, что касается будущего, то я думаю, что этот парламент уйдет в отставку иным способом. Иным способом. Не знаю, не знаю. Почему вы утверждаете? Я не знаю, почему, каким именно из них. Их существует множество. Парламент самораспуститься не может. Но я думаю, что в нынешняя цельная монолитная власть, в которой есть парламентское большинство из 62 депутатов, в которой есть некий человек, который считается президентом, есть какая-то группа, которая считается и правительством. В определенный момент у них хватит внутренних инструментов для того, чтобы просто уйти в отставку всем вместе целиком, так сказать, дружно, потому что существует предел некомпетентности. Предел, когда уже и пилить уже больше нечего. Сейчас у них там осталось несколько лакомых кусочков государственной собственности. Вот. Это последнее, что их держит. Вот сейчас они это все перепилят, стырят остатки. И уже надо будет как-то смываться. А как смываться надо будет? Ну, так, условно, через парламентские выборы. И в этом, так сказать, в этой пыли, в этом хаосе, так сказать, глядишь, они заметят, куда кто смылся. Ну, а потом нам, конечно, всем вместе это все разгребать опять тяжело. А вот в этом году Молдова отмечает третью годовщину с года апрельских беспорядков 2009 года. Как вы думаете, найдут ли правду о 7 апреле? Они нет. Власть? Да, ну, вас вызывали, кстати, в генпрокуратуру несколько раз, да? Два раза мне. Чем они интересуются? Знакомы ли с Багировым? Нет, вот этого еще нет. Вот, наверное, все-таки предстоит им задать. Не знаю, потому что об этом они спрашивали, по-моему, весь Кишинев, кроме меня. Тем более, что они, известно, что они фальсифицировали вещественные доказательства, оказывали давление на свидетелей. Ну, бог с ними, это их, так сказать, ночные фантазии. Пусть они остаются наедине с ними. Да, я приходил в прокуратуру, меня спрашивали, собственно, что я делал 7 апреля, где я был, чем занимался, что делал и так далее. Я по этому поводу дал достаточно обильные показания и был возмущен тем, что огромное количество заинтересованных свидетелей, заинтересованных в том, чтобы рассказать, что происходило с 7 апреля, в том числе некоторые наши депутаты парламента, находившиеся в здании парламента горящим 7 апреля, которые очень многое видели, и от их показаний и желания выступить с такими показаниями прокуратура отказывается. А что я делал 7 апреля, это все очень хорошо помню и, наверное, никогда уже не забуду. Вот. Ранним утром 7 апреля мы, я уже достаточно несколько месяцев, наверное, полгода не являлся советником президента. Вот. Я тогда отвечал в Центральном комитете партии коммунистов за выборы, которые произошли 5 апреля и на которых мы получили 60 мандатов. Вот. И тогда большая группа советников, президента и некоторых бывших советников зашли к Воронину рано утром для того, чтобы поздравить его с годовщиной инаугурации. Две инаугурации Воронина приходились на 7 апреля на Благовещение. И после этого я поехал в Центральный комитет партии коммунистов. Мне позвонил туда Владимир Николаевич и спросил, что я думаю по поводу того, что на площади собираются люди. Я говорю, ну, это очень странное, я говорю, у меня впечатление. Вообще, вот, выборы признаны демократическими. Обычно все эти оранжевые цветные сценарии происходят на волне международного непризнания выборов. А тут выборы признаны. Вот. Выразил свою озабоченность по этому поводу. При мне я услышал, как Воронин по селекторной связи связался с Георгием Попуком. Еще раз это сказать, они обсудили, чтобы ни в коем случае избежать любого насилия. Это я слышал собственными ушами. Вот. От того, как начали громить парламент. Да, еще ничего не громилось. Дальше, вот это было до самой глубокой ночи, больше я ни с кем из представителей нашей власти практически уже не связывался. И действовал на свой страх и риск автономно. Что я делал? Как только мне начали звонить и говорить журналисты в первую очередь, что происходит на площади, что вывешивается знамя, что разбьются стекла в президентуре. Вот. Я тут же начал связываться с целым рядом посольств. Напрямую позвонил в Брюссель и говорить о том, что происходит в Молдове на второй день после признания выборов демократическими, в основном демократическими, большими различными замечаниями. И нужно сказать, я до сих пор доволен этой своей активностью, потому что очень быстро и Европейский Союз первой реакции Хавьера Соланы в тот же день были достаточно жесткими, однозначными в отношении погромщиков. И Российская Федерация сделала свое заявление. То есть я вот сидел на телефоне и пользовался тем, что я никак не блокирован. Правда, потом сообщили, что эти мерзавцы пошли штурмовать Центральный комитет партии коммунистов, но вы знаете, где находится наш офис, а они, видимо, не знали. И ходили где-то там по улицам, шумели, кричали, орали, вопили, но мы тогда в тот же день, у нас осталось два-три человека, мы эвакуировали основную массу наших сотрудников, мы остались на месте, продолжали заниматься своей работой, и, в общем-то, так сказать, глубоким вечером уже встретились с Владимиром Николаевичем Ворониным на заседании в здании правительства. Но организаторов погрома вы называли, что это там, среди них была румынская спецслужба и так далее, и так далее, сторонники к партии коммунистов. Предполагали, по крайней мере. Давайте так, скажем. Ушки торчат из Румынии. Такая была версия. Ну, в том числе, нет, не версия, там были конкретные улики, например, знаменитая ДДОС-атака на сервер администрации президента и так далее. Она была зафиксирована и записана, шла она с территории Румынии. Ну, ладно. Главное, это то, как относят, для того, чтобы понять, кто совершил знаменитые преступления 7 апреля, важно понять, как к этому относятся различные категории политиков. Для нас это погром, а есть политики, для которых это революция. Это революция, они за эту революцию награждают медалями, премиями, денежными, прочими, так сказать, благами. Кто это сегодня делает? Кто сегодня таким образом относится к событиям 7 апреля? К этому именно так относится либерально-демократическая партия, либеральная партия, ну, и отчасти демократическая партия, как, так сказать, известная резиновая партия без содержания и формы. Вот, так сказать, вот они таким образом и говорят о том, кто является организатором и бенефициаром в конечном итоге событий 7 апреля это они всего тут есть еще несколько вопросов от наших читателей посетителей сайта по нам д к сожалению я все не мог задать вопросы выбрал некоторые из них которые на мой взгляд были самыми интересными примеру читатель алекса спрашивает вас как соотносится так называемое коммунистическое убеждение с капиталистом в воронином не знаю может быть ну всем же успехом всем же успеют воронин написано тем же успехом можно было писать капиталистом ткачуком например с капиталистом не не знаю это вы тут написано воронин я не я мне неизвестно что владимир николаевич воронин является капиталистом за два с половиной года все фольклорные так сказать рассуждения о несметных богатствах которые спрятаны где-то в сундуках вот на дне днестра или там генегического водохранилища не подтвердились если бы это было правда и это бы давным-давно уже вскрылось вот воронин не капиталист политик вот моих коммунистические убеждения достаточно гармонично соотносятся с тем что вот уже более 11 лет я работаю вместе с таким политиком как воронин сева вот к примеру гоши спрашивает почему через три года владимир воронин вспомнил о том что на выборах а при апреля центром избирком украл два-три мандата вспоминается это все регулярно и сначала это были так сказать подозрения просто такие на уровне на политической мнительности впечатлений очень быстро наступила 7 апреля очень быстро наступила другая повестка дня а потом многие из подозрений стали обретать форму обоснованных убеждений когда мы увидели как некоторые члены центральной избирательной комиссии проявили свою политическую ангажированность и доказали свою верность альянсу за европейскую интеграцию видимо это не история этих отношений не началась в конце 2009 года а вот по поводу денег спрашивает влад хорошнюк у нас псевдонима какой газете есть возможно для читатель понравился наш пассивно ним товарищи ткачук важна ли для вас морально-этическая сторона вопроса происхождения денег необходимых для существования и развития любой партии допускаете ли вы получение финансовых средств из грязных кавычках рук во имя светлых целей партии не допускаю не допускаю я думаю что эти вещи эти вещи рано или поздно выявляются и в конечном итоге они способны очень серьезно деформировать и дискредитировать любое светлое начинание примеру от паха днём его считали одним из спонсоров партии коммунистов да он и вы вас считали одним из спонсоров партии коммунистов на самом деле мне до конца неизвестно это скотинит и конца его многих случаях я не в смысле отговариваюсь но дело в том что такие люди как плохотнюк и многие другие понимаете они же проявляют себя совершенно разных качествах при партии коммунистов и при партии коммунистов это был один из предпринимателей вот который сидел в приемной воронина сейчас это скажем предприниматель в приемной которого сидят политики вот и вопрос заключается в том что люди меняются они это сказать и природа их меняется и рамки в которых они действуют меняются одно было возможно при нас и невозможно было при нас сегодня отыскать это возможно но при нас игорь дедон был нормальный парень хороший вице-премьер а вот потом вдруг он так сказать решил что он видимо пузырь пузырь лопнул сказать это место место чешется а вот ничего больше себя не представляет то есть это время и поэтому не существует таких жестких констант так сказать в разной ситуации люди по-разному себя проявляют последний вопрос уже от меня я где-то читал что если партия коммунистов вернется к власти вы уйдете из политики то есть займетесь начнем я сам об этом говорил я сам об этом говорил почему ну потому что я чувствую себя в политики человеком ну скорее мобилизованным вот чем органично себя в ней чувствующим вот я у меня значит кровяное давление не поднимается от политического азарта а вот вы хладнокровно выполняете роль идеолога не понимаете я хладнокровно выполняю любые поручения партии в которой я нахожусь и мне не приходилось мне не приходилось стыдиться за качество этих поручений ну уж не знаю в отношении качества исполняемой работы не мне судить я мобилизованный человека вот людей мобилизовываю там в армию значит какие-то вещи так сказать общественно полезные но так случилось что будучи призванным в политику на несколько месяцев я вот в ней уже многие многие годы нахожусь но очень рассчитываю на то что все что я буду заниматься тем что мне больше всего нравится мне нравится писать писать книги читать книги исследовать ездить в экспедиции вот общаться с людьми не по вопросам власти не выяснять кто из них главнее кто из них менее значим кто начальник то подчиненный когда все люди равны находятся и сидят у костра вот поют песни и смотрят на звезды и не думают о моральном законе внутри нас а пока приходится готовиться ко второму гражданскому конгресс приходится всем на 6 такая действительно а что будет после второго гражданского конгресса покажет время возможно в мае мы еще раз поговорим о новых досрочных выборах с марком ткачуком гостем в нашей программы до свидания спасибо за приложение спасибо